всем привет вот фундамент здесь нужно будет мне класть печку так как я дилетант первая печка была сложена мне неудачно в бане дымит как паровоз это вторая печка и чтоб наверняка мне она не развалилась я вот такой каркас сварил из уголка на 35 это примерно вот от таких кроватей уголок тут же дверцу вкрутил на на 5 это противень из нержавейки вот три вещи соединил и первый ряд и вообще на цемент и даже вот и 2 эту там температура не критичная возможно я попробую так сделать ну что ж сейчас пойду подбирать кирпичи более-менее подходящие кирпичи все бушные как-то вот так вот такой первый слой выложил на этот металлический каркас цемент один к трем с половиной ну я думаю теперь это никуда не денется точно хоть я и дилетант но это не развалится точно включили наверное я ставлю что глиной замазать тут уже опасно тут возможно температура уже будет высокой вот вроде сложил второй слой на цемент а дальше я уже хочу жены песчаноглиняную смесь там же сама топка будет это уже цемент дальше опасно сама дверца она так крепко затянута что больше я думал как бы и не надо бы сюда и крепить то так на всякий случай вот такой вот пруточек сделаю наверно тут прорезь сделал болгарочкой вот так вот ничего точно уже никуда не денется а кстати вот я гнул вот эту пруточек такое приспособу такую сделал в прошлом году и видео снял такое шуточное видео в тик токе там уже около двухсот сорока двух тысяч просмотров кому интересно посмотрите вот третий ряд начал с цементного раствора все таки вот эти пять кирпичей лежат на цементном растворе дальше буду делать уже на песок и глина а вот ряд я уже собрал голосник это самодельный тот раскололся чугунный насчет глины тут я по совету белорусского печника вот один к двум сделает глина два песка сутки еще не прошли правда но твердо ничего не растрескалась это один к трем вот он немножечко сыплется и вот даже не знаю как теперь вот один двум делать или один к трем а может один к двум с половиной чтобы так не сыпался и не такой твердый был как вот он поведет еще при высокой температуре такая глина такие теннисные шарики будем думать или 12 наверно или 12 с половиной вот и третий ряд получился вроде что-то у меня получается какие-то очертания пошли саму топку теперь собирать тут уже ответственно надо подойти к этому делу а даже страшно становится я сейчас на расчет по краям вот таки положу еще четыре кирпича и до завтрашнего дня пусть сохнет хотел только 4 кирпича угловых поставить сегодня но решил и дверцу все равно там дверца надо закрепить пост под кирпичи и пришлось тут вот прутики внизу нагнул и прямо вот между швами пришлось вот дверцу поставить ладно вот остальное уже завтра я пусть подсохнет вроде забыл сказать что вот дверцу я установил немножечко наискосок меня получается не по центру я думаю так вот удобнее будет так здесь места мало для из стопника тут лазить тут стена уже мешает обычно так вот боком подкидываем дрова и вот я думаю если дверца чуть чуть поближе будет у самого тут у этого кирпича это намного удобней четвертый ряд залепил да и на четвертый раз где-то нет получилось спилить вот такую штуку это вот сюда вот я даже не знаю как он называется пьедестал или трамплин для горючих газов это сколол а тут места я оставлю ну это я потом расскажу почему а этот кирпич только не обращать внимание это он просто поддерживает дверку сейчас вот это залеплю только и все и затем наверное опять угловые 4 угловых кирпича положу и все на сегодня хватит все руками работают что-то у меня мастерком не получается работать руками мажу просто и уровень у меня кривой только углы проверяю все примерно как-то 5 лет у меня сейчас дамажу и все будет часто мажем и все руками я сегодня еще опять по углам 4 кирпича положу и завтрашнего дня шестой ряд положу уже седьмой начал два угловых поставил вот сейчас вот такую проволочку минут 20 гнул все не по размеру получалось это от кровати тут уже есть одно отверстие тут выпилилать и загнул так вот теперь думаю кирпич 12 влезет и с этой стороны 12 все вот тут я сейчас сложу сегодня вот только не знаю как вот какой-то замок делают или с замком или без замка делать не делать попробую замком лучше получится нет так нет вот это мой уже седьмой ряд я только вчера посмотрел на ю тубе по какому проекту делаю эту печь и только вчера обнаружил что я то печь по которой я делаю игоря подвысоцкого меч малютка она кажется только на два кирпича и три с половиной а мне-то два с половиной на три с половиной даже чуть дочку больше тут вкладыш даже делаю небольшой но это конечно не беда это все укоротится вот такая моя небольшая невнимательность сложил седьмой заключительный ряд здесь уже буду плиту положить заведомо прорезал вот тут такие пазы тут рессора есть мощная и два листа положу сюда а вот сюда я подготовил такие листы из старых стальных таких плоских батарей чтобы это было такой защитный экран металлический от воздействия огня на стенки топки очень сильно разрушаются вот эти боковые стенки они начинают крошиться крошиться частями я думаю немножечко это уже продлит срок службы тут специально вот как раз пазы ты сделал чтобы она влезла можно еще добавить туда кирпичики с этой стороны с этой стороны а вот здесь я просто нету здесь конечно паз вот плиту я вырезал из двухкомфорочной но тут цену обломок у меня такой есть и вот его нужно больше соединять эту сейчас подготовил вот такую из уголка на 32 кп образно форма и поставлю на болты просверлю думал что будет держаться потому что что-то подобное делал 12-15 назад все поставил на болты здесь шайбы гайки это обратная сторона теперь получается вот так так вот все выровнять и все можно продолжать работу сюда стенку там уже дым охот собирать тут рессора 2 листа вот ряд сложил вот тут не домазал ладно вот если еще один добавил на углы еще еще один ряд положил на углы кирпичи вот этот ряд положил вот эти два кирпича я уже от себя тиноват уже у меня пошла я думаю здесь вот если пять рядов будет только одна вот эта стенка думаю устойчивость будет тут уже не очень-то хорошая думаю думаю для устойчивости это не помешает и тут потом буду уменьшать вот так вот немножко картина уже вырисовывается надо может попробовать заварить якобы чугун варится обычным электродом если обмотать медной проволокой я как-нибудь наверно попробую потом а может даже вот этот блинчик большой тоже заварю вот и десятый ряд все наконец-то доделываю вот эти скосы я уже сам придумал буква г там вообще полтора кирпича только шло по проекту это я уже сам добавил вот тут я думаю для устойчивости это не помешает от лучше и вот здесь вот я срезы вот сделал и здесь вот срез это уже сам тоже от себя кино такая готовить когда будешь чтоб не шоргаться тут от край печи вот так вот чтоб 11 ряд положил здесь я уже решил по-своему перекрыть сам дымоход теперь уже будет только здесь а здесь будет все перекрываться взял такая мощная часть рессоры здесь пластинки хватит и вот сделал такой кирпич с таким скосом срезал угол вот где-то он здесь будет находиться примерно угол и срезал для того чтобы газы как-то помягче обходили вот этот угол с каких-либо в завихрений тут вот чтоб не было для плавности хода и вот тут и сейчас можете заметить тут решил вот так вот немножко вот такой вид трапеции меня кирпич это чтобы вот когда кирпич вот будет лежать здесь будет щель со всех трех сторон просто хорошо раствор законопатите двенадцатый ряд здесь подготовил 13 ряд ну сапоги поставим такие маячки это чтобы вдруг ночью куда-нибудь пойду мизинцем не долбануться кирпичи тринадцатый ряд я сложу подготовил уголки трубу тут дальше зигзаги делать вроде как будто бы все точно никуда не денется основание для формирования трех каналов готова это меня значит был 14 ряд когда я 14 ряд тут не этот ряд а вот этот выкладывал думал уже все можно ходы делать вот эти хода делать а тут посмотрел видео по проекту которым делал эту печь там окажется еще надо еще один слой делать так что еще 15 ряд я сложил я примерно понимаю тут все-таки это практически получается фундамент для дальнейшей вот этой печи вот дальше вот ходы вот эти делать тут массивность нужно да вот сложил а так как вот тут у меня такая задумка появилась так как задняя стенка стоит такой вентилятор есть он правда вот здесь вот сломан был вот эта лопасть но я винтик сюда сделать для баланса и он в общем то действует нормально никого и вибрации нет так вот этот вот этот вентилятор я хочу повесить туда на стенку на стенку повесить и он вот здесь вот будет висеть на стене и когда печь например нагревается затопили включаться вентилятор и воздух прогоняется через отсюда через эту вот плиту и я думаю наверное процентов на 15-20 тепловой энергии останется в комнате больше а не уйдет в трубу пока все 16 ряд собрал по проекту вот здесь должна была быть уже прочистная дверца но я решил сюда не ставить я даже наверно сюда не буду ставить через ряд я поставлю это чтобы через вот например отсюда я мог прочищать здесь от золы от сажи вот это место будет забиваться время от времени здесь все как по проекту щель оставил два-три сантиметра примера это я так думаю да это наверное скорее всего что-то связано с воздушной пробкой когда печь холодная дым не может пробиться и начинается дымить предположу наверное это для этого я создано чтобы дым здесь вот мог проходить обходить воздушную пробку семнадцатый ряд восемнадцатый ряд положил эти кирпичи просто лежат придерживать дверку ну тут один еще 19 на как бы начал но сейчас небольшие проблемки тут у меня возникают кирпичей целых как-то стало очень мало все вот нужно выбирать может быть даже буду хотя бы что-то отпиливать слишком сломанное из целого кирпича три четверти какие-нибудь может быть может так как-то складывать пока не знаю 19 ряд я тут решил спицами сделать буква г загнул и между кирпичами вот а то как на видео сделал саморезами решил закрепить кирпичем просверлил а кирпич треснул пришлось отказаться от этого и сейчас вот нашел спицы здесь тоже загну буква г только в обратную сторону когда кирпич будет так лежать и прижмется и все никуда не денется да немножко кривовато кирпичи разные некоторые 26 сантиметров некоторые по 8 сантиметров толщиной вот двадцатый ряд подобрал кирпичи сейчас буду обмазывать двадцатый ряд замазал немножечко кривовато немножечко пропеллером идет ну ладно ничего страшного 21 ряд вот только где три с половиной кирпича то на самом деле было три целых семь десятых наверное приходилось вставочки вставлять вот в этих рядах но теперь я так оставлю ничего здесь уже не надо сойдет и так 22 ряд все теперь такую своеобразную крышу надо делать если по проекту делать там дополнительные кирпичи нужно но я немножко с кирпичами дефицит может быть просто вот так вот положу ладно подумаю еще сутки есть на размышления все и там уже задвижка и наверх двадцать третий ряд решил вот так сделать примера кирпича здесь пополам вдоль распилил и здесь просто кирпичами вот так вот наложил вот так будет выглядеть решил так двадцать третий ряд положил нужно будет еще один сплошной ряд так понимаю и для этого нашлась такая вот сетка металлическая я думаю она не помешат для формирования точно уж на трещины то не пойдут вот сложил 24 ряд 25 начал трубу все задвижка уже сделано все дальше в виде она не буду вас снимать дальше не интересно одно и то же пойдет до самого верха тут недели на две мне на работы хватит ой печку сложил хорошая печка а чайник так как здесь быстро вскипел малиновый чай попьем спасибо печка целый месяц понадобилось построить эту трубу то песка печенье вот уж на кирпичи нашел разномастные старый колпак а еще сослужит службу вот его и поставлю на место что на такую трубочку сделать типа флюгера сделать но не флюгер такая устройство короче от ветра крутится в разные стороны это уже другое видео будет попробуем первый раз печку поджечь видео какое-то показывали что нужно секунд пять десять прожечь вот здесь вот чтобы возможную воздушную пробку пробить сильно конечно наверно не надо бы жечь большую температуру большую топку зажигать не надо вот сейчас вот это трухлявая поляна спалю и все на сегодня хватит сейчас посмотрим это тут дверца открыта потому что до дверца тут болтаться на не работает надо будет переделать что горит вроде по улицу ну чтож остается только отделочной работы вымыть вычистить может оштукатурить а может даже я оставлю такую кирпичную кладку ну все работа выполнена всем пока вот еще если вы видите пакет он как летает это поток воздуха идет теплый задней стенки нет и там не вентилятор стоит воздух конечно не горячий но такой слегка теплый такой вот